Юра Шатунов возвращается. Я на протяжении трёх лет не давал концерт. Почему его голос вот уже 30 лет будоражит сердца миллионов поклонников? Я просто знаю, какие мне ноты нужны. Кем на самом деле был секс-символ огромной страны и кем стал сегодня? Хороший вопрос. Впервые. Эксклюзив. Откровенная история. Надо быть, наверное, не в себе, чтобы просто взять и выйти вот так на люди, но... Вы услышите то, чего Юра Шатунов ещё никогда никому не рассказывал. Легенда 90-х, чьё имя знают все. Юра Шатунов – бывший солист группы «Ласковый май». Ещё будучи совсем мальчишкой, он с самых первых нот ранил поклонниц шипами белых роз. Я и так хочу согреть стеклом, но белые розы... Пусть всех на глазах я целовать и гладить готов. Пусть все на снежке терпит твои, Пусть доверяет тайны свои, Больше не надо Мне эти беды... Я окутал седой ночью. Сам же, как неласковый Кай из сказки «Снежная королева» оставался неприступным. И сердце его не растопить было горячими и горючими слезами миллионов девушек. Я от этого не получаю удовольствия, то, что люди там беснуются. Я выхожу на сцену не для того, чтобы людей там довести до состояния там эйфории какой-то, да? Это происходит само. То есть я ничего не делаю. Я выхожу на сцену, говорю всем привет. Всем привет! И все, и пошла песня. Но происходит потом что-то, что иногда перерастает в какой-то непонятный хаос. Голос Юры Шатунова стал визитной карточкой и одной из причин бешеного успеха группы «Ласковый май». А он сам секс-символом. Ну что же ты, моим цветам совсем не рада? Что же ты, не радуешься теплым дням? О, сколько раз я сам себе ствердил. Не надо ей цветить, дарить, а лучше вам. Я была в восьмом классе, мне кажется, когда начался в Советском Союзе бум группы «Ласковый май». Мне они дико понравились. Их понимали и его понимали именно потому, что он был мальчиком из соседского двора. 90-е годы. Период застоя. В то время людям была нужна добрая и бескорыстная энергетика. А еще им хотелось верить в сказки. И вот оно, обыкновенное чудо. Простые ребята практически из соседней подворотни вдруг попадают на сцену и начинают петь в лучах софитов о любви, предательстве, счастье и надежде. «Ласковый май» стал эдаким советским вариантом известной американской мечты. Никогда невозможно раскусить и разгадать секрет артистов, которые впечатывают себя навечно в историю, остаются некими символами. Непонятно, как поющая какая-то сиротская команда, сиротская группа, какие-то сиротские песни. Но все это запредельно было и чудовищно. Вы понимаете, мы сейчас находимся в таком состоянии положения, когда мы вынуждены констатировать, что «Ласковый май» – это один из столпов в летописи отечественной российской поп-музыки и шоу-бизнеса. А Юра Шатунов – один из, собственно говоря, визитных карточек всего этого явления. Первый советский бойс-бенд давал тысячи концертов на забитых до отказа стадионах. Кассеты с песнями разлетались, как горячие пирожки. Запоминающиеся мелодии звучали на всех танцполах страны. Портреты Юры Шатунова украшали стены почти что каждой девичьей спальни. Смесь подросткового бунтарства и романтичной наивности оказалась мощной слезовыжималкой. И он был абсолютно искренен, мне кажется, в своей эмоции, искренен в том, как он ходил по сцене, в этой своей рубашке расстегнутой и с этими глазами. Он был невероятно трогательный ребенок, и мне кажется, что он таким и остался. Одни из самых ранних моих детских воспоминаний связаны именно с песеню Юрия Шатунова «Ласковый май». Ну, в общем, все вот это вот золотое время. Несмотря на бешеную популярность, у Шатунова не обнаружилось никакой звездной болезни. Как это обычно бывает, когда вот так внезапно и стремительно ты становишься не просто любимчиком миллионов, а реально культовым героем. Он стал мегазвездой в очень раннем возрасте. Это, в принципе, не все выдерживают такую раннюю славу, но его спасла его внутренняя чистота. Даже будучи сейчас взрослым, зрелым мужчиной, он не потерял вот эту вот какую-то целомудренность, чистоту. Век «Ласкового май» был недолог. Мальчики выросли, и каждый пошел своим путем. Но спустя годы солист группы Юра Шатунов, чье имя уже само по себе стало брендом, вернулся на сцену. Он много лет не общался с прессой. Ходило много слухов. Что с ним? Где он? Куда пропал? Чем занимается? Жив ли вообще? Юра ничего не комментировал. Да и сейчас с осторожностью относится к журналистам и не любит давать интервью. Почему не люблю? Потому что все интервью, вот за сколько лет мои были интервью, они были абсолютно не моими. То есть я давал, я общался с корреспондентом, журналистом, абсолютно нормально, откровенно. Но то, что я видел на выходе, точнее, то, что было потом в эфире, это уже было не мое интервью. Это было чье-то мнение о чем-то абстрактном, хотя я говорю конкретно достаточно. Это люди, которые не знают моего творчества, не знают обо мне ничего. Они просто слышали где-то что-то, какие-то сплетни собрали из желтой прессы и написали еще одну желтую статью. Копаться в белье и щитах, и правда, дело не было. А ведь в начале своей карьеры Юра был еще тем модником. Варенки, порванные во всех скромных и нескромных местах, нарочито расстегнутая бело-голубая жилетка или почти оголяющее тело майка. Смотрю, мальчишка в джинсах, в белой маечке. Такой образ а-ля Дима Беладна Евровидима, вот такой, который повторил его гораздо позже. Думаю, что же в нем особенно? Почему стадионы рыдают? Почему это так на разрыв вот это все происходит? В чем секрет его успех? Я не понимаю, как это работает, но это магия. И за эту магию спасибо ласковому майку. Дима Билан, кстати, решил вспомнить нашумевший хит группы «Ласковый май» «Белые розы» в своем новом треке. Мода на ностальгию сейчас в тренде. Просто, мне кажется, это у всех в подкорке, потому что, хоть так или иначе, это все, естественно, доносилось до школьной дискотеки. «Белые розы», я в любом случае, хотел я этого или нет, я их слышал на лагерных дискотеках. Нельзя поспорить с тем, что это было очень и есть просто, очень как-то пронзительно, очень жалостливо, вот, и очень въедливо. Есть очень много людей, которые умеют играть профессионально, на огромном количестве инструментов, но они за всю свою жизнь не могут найти той самой нотки одной, которая их сделает счастливыми, возможно, да. В моем же случае все выглядит по-другому, оказывается, я просто знаю, какие мне ноты нужны, я знаю. И получается так, что эти ноты каким-то образом очень много людей будоражат. Значит, это правильные ноты, и неважно, есть у меня музыкальное образование или нет, потому что, как сказал мой один хороший знакомый, корове не обязательно пить молоко, чтобы давать молоко. Конечно же, тот пласт, который вырос на моих песнях и растет, и взрослеет вместе со мной, они останутся со мной, по-моему, до конца, пока меня не станет. А молодое поколение подтягивается, это радует. Значит, что-то есть в моих песнях, то, что цепляет не только людей взрослого возраста, но и молодежь. О своем майском периоде Юра не очень любит говорить. Но было и было. Хотя, как он создал свою первую песню, Шатунов помнит очень хорошо. Я не писал первый альбом, стоя на коньках, если честно. Серьезно. Я перерезал там пару кобелей, пока дошел до микрофона, но... Именно так и было. Я занимался спортом, это была моя идея фикс. Я играл очень здорово в хоккей. Я играл левый крайный нападающий, причем в основном в составе. Это еще когда я учился в интернате, у нас была команда. И перспективы, в принципе, были хорошие, потому что я физически достаточно природой не обделен, да, скажем так. Могу работать и работать очень долго. Но получилось так, как получилось. Юра не родился, что называется, с гитарой в руке и с клавишами под мышкой. К музыке он был не то чтобы равнодушен, но уж точно не планировал, что это станет делом его жизни. Музыкальную школу и консерваторию Юра не заканчивал. Просто времени не было. Сразу начались гастроли, гастроли, гастроли. Получается так, что мы профессию не выбираем. И наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями, да. То есть получилось так, что я оказался там, где вообще не мечтал и не знал и не понимал, зачем я здесь. Потом, спустя какое-то время, конечно же, к этому стал относиться более профессионально. Уделять этому достаточно много времени, заниматься самообразованием, учиться, потому что мне это стало интересно. А поклонникам всегда была интересна личная жизнь певца, о которой было мало что известно. С фанатками он всегда держался на расстоянии. В громких романах замечен не был, но в какой-то момент его сердце дрогнуло. Когда Юра встретил ту единственную, которая впоследствии стала его женой, музой и матерью его детей. Именно так. Вот пришел, увидел, победил. Вот и все. Они познакомились в Германии, где Юра в то время проводил много времени. И да, это была любовь с первого взгляда. В сентябре 2006 года у пары родился сын Денис. В 2013-м дочка Эстелла. Дети, жена, они держат. То есть мы друг друга держим все. Потому что мне кажется, что именно то общение, которое происходит в семье, оно создает нечто такое, что тебя сподвигает к каким-то вещам, которые ты, в принципе, никогда бы не сделал самостоятельно. Шатунов мало и неохотно говорит о своих близких. Оберегает их от публичности. Наверное, потому что счастье любит тишину. Но нам Юра рассказал, как проводит свой досуг с родными. Конечно же, я рыбачу и с огромным удовольствием. И сын у меня это делает прекрасно. И дочь, на удивление, она очень здорово ловит. Хотя ей 6 лет. Сын у меня поймал где-то 12,5 килограмм. Это был белый амур. Я поймал на 13. Это мой личный рекорд. Есть у дружного семейства увлечение и поэкстремальней. Учился кататься на сноуборде. Как моя дочь говорит, снегоборд. Был экстремальным. Это было в Сочи. Не помню, какой год точно. Но я сломал себе два ребра. На этом мой экстремализм закончился. Нет, сейчас я катаюсь на лыжах. Как бы все хорошо. И дети у меня катаются на лыжах. Я их поставил. Все прекрасно ездили. И супруга катается. Но не экстремально. Все в меру. То есть, если кататься и отдыхать, нужно делать это в удовольствие, а не для того, чтобы сломать себе голову или кого-нибудь там зашибить. Юра Шатунов – один из тех редких музыкантов, кому удается совмещать и личную жизнь, и творческую. И не только совмещать, но и гармонично разделять. Дома примерный семьянин. На сцене все тот же парень из 90-х. Немного отстраненный и погружающий зрителей в свою реальность. Он очень закрытый человек. Это реально так. Он очень закрытый. При всем, при вот этом, а ты послушай его сольные большие концерты, там нет почти никакого связи с залом. Ну, как бы я считаю, Юрке это и не надо. Добрый, хороший мальчик, который все любят. Детство, детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда спешишь? Какой самый безумный поступок я совершил в своей жизни? Самый безумный – это то, что я вышел на сцену. Не наигрался я еще с тобой. Детство, детство, ты куда постой? Ну да, надо быть, наверное, не в себе, чтобы просто взять и выйти. Ну, так, на люди, но... А я хочу, а я хочу опять По крышам бегать, залубей гонять Дразнить Наташку, дергать за косу На салат-то тенчаться по борту А вот младшее поколение семьи Шикуновых пока не поет. Да и, кажется, вообще в артисты не метят. Если, говорит, серьезно, к музыке как бы они так. И я этому очень рад, на самом деле. Потому что... Есть гораздо важнее профессии, интереснее, стабильнее. Пускай лучше они реализуют себя в них, нежели в музыке. Потому что достаточно одной звезды в доме, вот так вот я скажу. Это звездная ночь, где ты и я Эта звездная ночь зовет меня Эта звездная ночь нам дарит свет Где с тобою вдвоем Мы ждем рассвет Для меня до сих пор молодой парень Хотя уже прошло столько лет Который вот он, ну, близок к народу Да, вот он такой, как все Мне кажется, в этом и есть его фишка Юра Шатунов талантливейший парень Его голос узнаваем Вот он поет сразу видно Вот Шатунов поет Несмотря на вполне заслуженный И, так сказать, проверенный годами звездный статус Шатунов производит впечатление Абсолютно, ну, что ли, простого человека Его песни проникают в душу И оседают там надолго Светлые, добрые, с легкой ноткой грустинки Под которые хочется танцевать Влюбляться, мечтать Когда я делаю песню Она у меня звучит неделю, полторы Может быть, каждый день На повторе с утра до ночи И... Пишут мне только в скайп Папа закроет двери Все То есть, конечно же, они ее слышат Они ее видят с самого момента рождения До, образно говоря, до конечного варианта Потом уже, когда я заканчиваю эту песню Там ее свели, отмастерили, все клево Потом я уже зову, допустим, супругу Говорю, вот, послушай, что получилось Она садится и... Ну, клево, ну, я ее уже знаю Волосы покрылись и не ел Вся любовь слезами вымытая Выбор пал на жизнь холеную Все треки, которые я делаю, они в принципе И рассказывают о том, что происходит со мной Что происходит в моей жизни Достаточно просто послушать Там есть все ответы Вот и пытаются уже на протяжении многих лет Поклонники разгадать этот песенный кроссфор Что не так я сделал в этот раз Жизнь моя напоминает шанс Все должно сойтись Абсолютно все Время, место, люди, слова, музыка, тональность, темп Все должно совпасть Потому что, как правило, уже проверено мною лично За то количество лет, сколько я выпускал альбомов Как только мы ставили ставку на одну песню Она никогда не стреляла Вот никогда не было такого, чтобы эта песня выиграла Попадала вообще песня, на которую вообще никто не делал никакой ставки И она, как правило, становилась шлягером и тонким и так далее Но в один момент Юра решил поставить творчество на паузу Я же на протяжении трех лет не давал концертов То есть у меня не было больших гастрольных туров Я не выезжал никуда Просто получилось так, что слишком заработался, называется Да, и когда ты приезжаешь с гастролей домой И тебя дети свои не узнают Это было действительно так И мне пришлось остановиться просто и подумать А не слишком ли я много времени уделяю своей работе А семья обделена моим вниманием Сделал паузу Подумал, что мне делать дальше Решил восстанавливать все, что у меня есть Все треки То есть, ну, большая часть и студийная работа И, конечно же, время с семьей В нем есть некий стержень, некая энергетика Это очень важно всегда для артиста Энергетика и харизма своя Которая вот оказалась Сильнее Любых ядовитых стрел музыкальных критиков Любого времени И сейчас, собственно говоря, он воплощает с собой все то целое явление Целое направление, которое было в музыке нашей на рубеже 80-90-х годов И называлось «Ласковый май» И вот живая легенда возвращается И возвращается с большим успехом Новые треки Большой гастрольный тур Вот и промчались года Унеслись, как вода Шумной рекой Горной Вот и уже навсегда И нету следа От юной любви Больной В том году выпустил альбом, который называется «Не молчи» В этом году выпустил альбом, который называется Любимые песни, это восстановил все Скажем так Все песни, которые уже на протяжении многих лет являются хитами Я их переиздал, переажировал, перепел, пересвел В общем, сделал современный саунд И, конечно же, включил их в концертную программу Самый популярный вопрос на всех сейчас, на всех интернет-ресурсах Это когда вы приедете с концертом в наш город Интересно, райдер у Шатунова подстать его звездному статусу? Ну, райдер у меня серьезен, то, что касается технического аспекта Там да То, что касается бытового, но, опять-таки, невозможно требовать того Чего, в принципе, и не надо Я не привередлив и не требовательен к каким-то вещам Которые, ну, я считаю, что они абсолютно для данной ситуации не нужны Но есть у Юры одна традиция, которой он верен вот уже долгие годы Есть у меня определенные там вещи, которые являются неизменными, да Уже на протяжении многих лет А просто так сложилось И где-то уже стала традиция Эта традиция уже переросла в какую-то закономерность Что надо это сделать, вот там ряд вещей Перед тем, как я всегда перед сценой выкурил сигарету Это мое правило Традиция есть традиция А девушки, девочки, девчонки всей страны по традиции будут кричать в экстазе Легенда, красавец, ты с другой планеты А он и правда будто бы из другого измерения С удивительно неземным голосом, чистой душой С какими-то на первый взгляд наивными песнями Которые заставляют вздрагивать души даже самых заядлых прагматиков И что удивительно, сейчас, во времена, когда хейтеры так и норовят всем селебрити Написать что-нибудь колкое и едкое На интернет-страницах Юры нет отрицательных комментариев И это говорит о многом Я всегда был счастлив Если ты несчастлив и злой выходишь на сцену, это видно Ты должен дать заряд энергии, чтобы люди были веселые, довольные, с улыбкой, на позитиве Вот, по сути, профессия артиста Именно эта особая энергетика, видимо, и помогает Шатунову мелодично и методично делать свое дело Я волнуюсь, ровно вот, находясь за кулисами Перед тем, как сделать первый шаг на сцену Ну, как только ты сделаешь шаг на сцену, все Ты там, где ты должен быть И ты должен сделать так, чтобы те люди, которые на тебя смотрят Поверили себе Что происходит потом? Я не знаю, я не заставляю же людей ни слушать, ни петь, ничего делать, ни танцевать, ни хлопать, ничего Они просто это все делают сами А я только пою Белые розы, белые розы Беззащитных шефов Нот всего 12 Да? Если считать полутонами вместе А так их, по сути, 7 Ну, 12, да? Но каждый человек Высказывает свои мысли, свои чувства, свое состояние Вот этими 12 нотами И у всех получается по-разному Почему так? Нот-то всего-то ничего Пожалуй, Юра Шатунов точно знает ответ на этот вопрос И он так же прост и очевиден, как и мотив легендарных белых роз Просто быть самим собой И не делать из себя того, кем ты не являешься, не будешь являться никогда То есть ты такой же ты есть И все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok